Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, дорогие мусульмане, ассаламу алейкум, варахматуллахи, варакату. Продолжаем ответы на вопросы дяди Рамазана. Мы еще повторяем, хотя некоторые братья ответили на эти вопросы. Жиза хумаллаху хайран. Все равно это уже решил ответить именно на эти вопросы. Потому что у каждого, кто ответил, у меня есть своя аудитория, которая слушает его, не слушает других. Из-за этого, чтобы всем было ответы доступны, иншаллах, ответим и получим вознаграждение от Аллаха, субханаху ата'аля. Кто хочет коротко, ясные ответы, тоже есть. Есть кто более подлиннее, ответил наш брат Абу Амир, жиза хумаллаху хайран. И я тоже для каждого пары вопросов отдельный ролик сделал, чтобы лекция слишком не удлинялась. Чем длиннее люди откладывают, потом посмотрю и так остаются, не смотряшись из этого. Каждый ролик 20-30 минут так делили мы, чтобы была польза. У нас следующий вопрос у нас был, почему Аллах терпит шайтана. Аллах, субханаху ата'аля, создал ангелов из среди них и создал джиннов. Отец всех джиннов является Иблис, как отец людей является Адам, алейхиссалам. Отец всех джиннов является Иблис. Иблис был создан для Адама, алейхиссалам. Иблис вместе с ангелом поклонялся, вместе с ангелом был. Когда Аллах, субханаху ата'аля, создал Адама, алейхиссалам, когда создал Адама, алейхиссалам, Аллах приказал ангелам, вместе с ним Иблис был, чтобы они сделали сужда, поклон для Адама, алейхиссалам. Это приказ Аллах, поклон, приветствие, чтобы сделали Адаму. Все ангелы послушались и сделали. Иблис сказал, я лучше, чем Адам, возгордился Иблис. Лучше, чем Адам, ты мне создал, Аллаху говорит Иблис, ты мне создал из огня. И Адама создал из глины. Огонь лучше, чем глина. Сам начал, я сделала, скажет, огонь лучше, чем глина, значит, я лучше, чем он, я не буду делать поклон для Адама. С этого момента началась вражда Иблиса, алихи лаанатуллах, для всего человечества. Аллах выгнал Иблиса из рая, и сам Иблис попросил Аллаха, субханнаху ата'аля, отец всех жинов, оставь меня до судного дня. И Аллах ему дал отстрочка до судного дня Иблису, алихи лаанатуллах. Вопрос задают дяди Рамадан, и те, и могут другим, много этот вопрос задают, тем более неверующие. Почему Иблис не уничтожает Аллах, субханнаху ата'аля, или же не превращает его, как Рамадан сказал, хорошему человеку? Почему оставил, чтобы людей заблуждал? Мы знаем, Аллах, субханнаху ата'аля, создал мир, добро и зло, день и ночь, здесь тоже праведные и заблудшие. Это два примера, которые Аллах, субханнаху ата'аля, создал. Адам, алейхи салам, и Иблис, Иблис, отец джиннов, Адам, алейхи салам, отец людей. Но оба они ошиблись. Они ошиблись, и оба Аллах, субханнаху ата'аля, выгнал из рая. Но, например, Адам, алейхи салам, он покаялся и вернулся к Аллаху, субханнаху ата'аля, Аллах принял его, тавбу, покаяние. А Иблис, алейхи салам, возгордился и не покаялся, и остался заблужденным, и он будет досудневанным так, и будет вечно в аду. Который мы объяснили, почему есть на земле зло, абсолютное зло, мы сказали, нету на земле. А тогда, какой хикма, какой мудрость в создании Иблиса, что и оставляние Иблиса, и его потомков. Для чего это нужно? Во-первых, иншаллах, на этот вопрос ответил наш шейх, шейху алислам, ибн Укаин, рахиму Аллаху в своем книге, в прекрасном книге, шейху аль-Алиль. Он много мудростей привел, почему Аллах, субханаху ата'аля, оставил Иблиса жить, или же не превратил его в хорошим человеком, как сказал Рамазан. Во-первых, если бы не были врага, врагов не было бы, тогда поклонение джихадам мы не могли бы делать. Джихад Аллах, субханаху ата'аля, обязал на нас. Сражение на пути Аллаха, сражение со своим нафсом, своим душой. Это все, если бы не было зло, не было бы Иблиса, невозможно было бы это поклонение сделать. Поклонение пророков, любимцев Аллаху ата'аля, сражением с врагом Аллаха, с партией Иблиса. И всегда привыкать к Аллаху ата'аля, от зла шайтанов. От этого есть много пользы для мусульман. Возвращение степени в раю, прощение грехов и многое другое. Один из мудростей Аллаха, субханаху ата'аля, что оставил, это чтобы верующие люди совершали поклонение джихадам. Второе, чтобы было для верующих людей и ангелов пример для них. Иблис вместе с ангелом был, в раю был, поклонялся с ангелом, увидел Аллаха, разговаривал с Аллахом, субханаху ата'аля. Таком возрешенном месте был, когда он отказался слушаться Аллаху, субханаху ата'аля, повиноваться Аллаху, субханаху ата'аля. В каком положении он оказался, в каком униженном положении он оказался. Чтобы это для нас примером было для верующих людей и ангелов, чтобы мы тоже соблюдали приказы Аллаха, субханаху ата'аля, повиновались, слушались. Чтобы не оказаться в том положении, для нас он пример, чтобы не оказаться в том положении, где оказался Иблис, алейхи ла'натуллах. Шайтан, хотя в начале можно было объяснить, но здесь объясню, что такое шайтан. Шайтан – это заблудший и заблуждающий. Шайтане бывают из джинов и из людей. Как Аллах в Коране говорит, шайтане из людей и шайтане из джинов. Даже, может быть, шайтане людей еще хуже, потому что шайтан и джинны, они, если вспоминаешь Аллах, они убегают. Бисмилляху рахману рахиму, говорят, в Коране прочитаешь, они убегают. Шайтан из людей кто он, который заблуждает людей? Шайтан из людей, который заблуждает людей, он еще хуже. Почему? Потому что хоть ты Уран прочитаешь, он не убегает. Ауду билляху, не убегает. Он начинает тебя заблуждать, внушать, призывать. Заблуждай сам и заблуждай других. Из этих мудростей Аллаху, что Аллах создал джинов и иблис, что Аллах показывает свою мощь. Тот Аллах, который создал Джибрилла, такого покорного ангела, и создал столько много ангелов, как в хадисе сказано, есть на небесах Байт-л-Ма'мур, называется как Ка'ба на земле, на небесах есть Байт-л-Ма'мур, который ангелы каждый день посещают. Каждый день 70 тысяч ангелов посещают Байт-л-Ма'мур, и до судного дня эти ангелы туда не возвращаются. Один раз только посещают. Как создал Аллаху, до судного дня. Вы посчитайте, сколько численностей ангелов должно быть. Как Аллах Субхану Та'алу эту дунию создал, если каждые 70 тысяч посещают. Столка ангелов, который создал Аллах Субхану Та'алу, вместе с ним создал иблиса, и шайтана. Два противоположностей, что может создать Аллах Субхану Ва Та'аля. Это один из больших знамений Аллаха Субхану Ва Та'аля, что у него сила, его господство. Аллах Субхану Та'алу может два противоположные вещи создать. Создал небеса и земли, свет и темнота, рай и ад, вода и огонь, и также ангел и иблис. Это показатель, это создание иблиса, это один из показателей силы Аллаха Субхану Ва Та'аля. Из этих мудростей и положительных частей созданий иблиса, алейхе ла анатоллах, что Аллах Субхану Ва Та'аля создал врага для человечества, что он грешил, и потом он мог, чтобы благодарить Аллах Субхану Ва Та'аля за то, что он простил его. Как мы знаем, когда Адам был в раю, как он шукру делал, большая разница между этим шукру, благодарность, благодарность, когда сам ослушался посредством иблиса, иблис обманул Адама, и заново, когда сам покаялся, Аллах принял его покаяние, какой радость должен быть Адама, и какой благодарность будет Адаму, алейхе салам. Чтобы искренне мы покаялись, искренне мы благодарили Аллаху Субхану Ва Та'аля, должно быть зло, как иблис и другие враги. Из этих мудростей мы знаем атрибуты Аллаха Субхану Ва Та'аля, любовь, возвращение к Аллаху Субхану Ва Та'аля, уповаться на Аллаху Субхану Ва Та'аля, терпение и удовольствие Аллахом Субхану Ва Та'аля, это самые любимые поклонения. Аллаху это таваккуль, уповаться, любовь, любить Аллаху Субхану Ва Та'аля, собор, терпение, и все это. А эти все поклонения, таваккуль, терпение и другое. Невозможно, если нет у нас врагов. Это получается, когда есть враги, как и близ его армии. И в армии все эти кафиры, которые он заблудил. И самое высшее поклонение у нас это джихад. Как сказал пророк, саллилла алейху салам, вир вату санамил ислам. Ислам – это самая вершина. Вершина горба ислама что является? Это джихад. Это самые любимые поклонения Аллаху Субхану Хуа Таалу. Это все не было бы, если не было бы иблис, если не было бы враги, если не было бы кафиры. Когда есть иблис, и враги, враги пророков, это более любимые для мусульман и любимчикам Аллаха Субхану Хуа Таалу, потому что за то, что они были, враги были, более ясные знамения Аллах Субхану Хуа Таалу дал для своих пророков. Как этот дал Мусс, алейху салам, дал посох, чтобы он мог посредством этого посоха это было чудеса Аллаха Субхану Хуа Таалу, который дал Мусс, алейху салам, дал, разделил море и прошел через него и утопил туда фараона. Это все большие знамения, не было бы, если не было бы в этой жизни. Из этих много-много мудрости есть, почему Аллах Субхану Хуа Таалу оставил Иблиса до судного дня. Все это то, что Ибну Каим привел, не будем привести. То, что сказано, нам хватает. Из этого еще показывает, как Аллах Субхану Хуа Таалу терпелив. Аллаху ругают, Он собру делает. Они призывают против призыва Аллаха Субхану Хуа Таалу, Аллах прощает. Из этого есть афар, который передается, как Аллах говорит, у меня джиннами с инсами, говорит, большое удивительное положение. Я, говорит, их создаю, они поклоняются другим. Я, говорит, их кормлю, и они благодарят других. Эти и другие много мудрости в создании Иблиса, алейх и лаанатуллах. Из этого еще раз мы напоминаем, Аллаху не спрашивают, почему ты так сделал. Аллах будет с нас спрашивать из этого, почему делал. На этот вопрос приготовь всегда ответ. Аллаху Субхану Хуа Таалу, что в судне, почему ты молился, почему ты грех сделал, почему это? Почему это? На это будет каждый допрос в судный день. Это с нас будет допрашивать. Мы не сможем допросить Аллаха Субхану Хуа Таалу. Да поможет Аллах Субхану Хуа Таалу нам укрепить нашу веру и познать нашу веру полностью, изучить его и соблюдать, чтобы мы были спасенными в судный день. Аминь, аминь, аминь.